Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология» в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. А сегодня у нас в гостях Марина Валикжанина, врач-косметолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. И тема нашей программы – любовь к себе. Да, и именно для этой темы я и пригласила вас, потому что очень хотелось бы поговорить о любви через призму косметологии. Говорят, что если человек себя любит, то он обязательно о себе заботится. А кто прежде всего о себе заботится вот сейчас, в современном мире, как вам кажется? Если мы будем говорить о половой принадлежности, конечно, на себя больше обращают внимание женщины. Но есть и мужчины, да? Есть, да. Причем, мне кажется, что с каждым годом… Это процент мужчин, которые посещают салон красоты, он увеличивается. Вот, Марина, как вы думаете, современная косметология – это ведь своего рода такой синтез древних знаний, да, целительных каких-то даже таких сил природы и новейших технологий. Да, согласна. И что скрывать человек, который пришел из детства, пришел, например, травматиком, да, с какими-то внутренними переживаниями, с комплексами, еще с чем-то, ему надо как-то в этой взрослой жизни пустить корни, на что-то опираться, несмотря ни на что, да, и себя опять-таки полюбить. Очень хорошая поговорка есть, и мне она очень нравится. «При любой непонятной ситуации иди к косметологу». Ну да, знаете, я как бы согласна. Еще очень люблю добавлять, что тот, кто ходит в салон красоты, он реже ходит в клинике. Это действительно так. Дело в том, что… Это статистика, которая сказана не нами, а с большой трибуны, поэтому, и на самом деле, если мы со стороны психологии будем разбирать, то на самом деле те люди, и даже когда мы спрашиваем клиентов, они начинают говорить о том, что как я только начал посещать салон красоты, я забываю о болезнях. Мало того, вот я пока готовилась к программе, нашла исследование, где говорилось о том, что человек, который регулярно ходит на косметические процедуры, у него выше самооценка, также он лучше себя чувствует, и исследование проходило в течение 15 лет, практически не чувствовал себя несчастным. Тоже согласна. Но это практически та же самая фраза. Кто ходит в салон красоты, тот реже посещает клиники. Вот поэтому мы с вами сейчас попробуем разобраться, зачем же идут к косметологу. Здесь несколько причин. Первая причина, которая побуждает прийти к косметологу, вернее, так скажем, что это зависит от возраста. Если это будет молодой возраст, то это всё же, знаете как, не отставать от общества. Ну, это да, некоторой моде сейчас с каждым годом увеличивается посещение косметологических процедур только потому, что все вокруг ходят туда. То есть все ходят, им не надо бы, да? Да, да, да. Даже если у меня пока ещё нет проблем, то я пойду, ну, потому что все ходят. Или работаем на опережение. Вот. Это добавляет... Сейчас мы тоже об этом поговорим. Это добавляет некую статусность. Статусность как бы... Вторая причина – это несоответствие, как я всегда говорю своим клиентам, несоответствие души и внешнего вида. То есть это уже более средний возраст, когда клиентка смотрит на себя в зеркало, ну, так скажем, не клиентка, а женщина смотрит на себя в зеркало и начинает видеть признаки увядания и никак не может смириться с этим, потому что ещё пару лет назад у неё всё было хорошо. И вот это несоответствие тоже приводит... Кабинет косметолога. Кабинет косметолога. Вот. И третья причина, которая, да, это посмотреть на, допустим, свою маму и сказать, да, я не хочу, я хочу задержать этот процесс, и я не хочу, чтобы у меня появлялись ранние морщины, или я хочу, чтобы у меня оставалась красивая фигура, и поэтому я начинаю как можно раньше ходить к косметологу. Хорошо. Мужчины для чего идут туда? Эти же причины? Или у них есть ещё какое-то такое отличие от женщин? Мужчины, вот как мы уже вначале сказали, что процент с каждым годом увеличивается, и сейчас увеличивается число мужчин, которые любят себя, любят свой внешний вид и которые хотят поддерживать этот внешний вид. И вторая причина, тоже когда мужчина уже достаточно зрелого возраста, тоже несоответствие души и внешнего вида. Ещё вчера, тоже когда готовилась к программе, посмотрела, я почему-то всегда была убеждена, что на хирургическую косметологию чаще всего решаются женщины. И была удивлена, что 45% мужчин, такая цифра прямо, да, 45% мужчин из этих 50, из 100 получается, почему-то мне казалось, что процентов 10, но остальное всё-таки прерогатива наша, и мы тут что хотим, как краим, так и как хотим, так и нет. Вот меня вот это удивило. На самом деле мужчины очень часто обращаются к таким процедурам, как блефоропластика. Это как бы проблема, которая у них чаще всего встречается, нежели чем у женщин. И причина в чём? В том, что женщина делает всевозможные процедуры, и у неё этот возраст оттягивается, а мужчина вдруг лет в 45-50 замечает, что у него очень ярко выражены грыжи нижнего века и как бы обращается к хирургу. Поэтому здесь процент, он может быть даже выше, чем вы как бы сказали. То есть получается, что женщина так постепенно-постепенно, да, а мужчина сразу же на кардинальные способы решается. Да, вот он вдруг увидел, что он так мгновенно постарел, и он уже идёт к хирургу на блефоропластику. То есть это основная, как бы, если мы из этого процента, то это основная причина, которая ведёт мужчину именно к пластическому хирургу. Спасибо, Марина. Вот вы уже много-много лет работаете с людьми, которые приходят к косметологу и ждут какого-то чуда. Вот каждый раз, когда мы приходим к вам, мы всё равно хотим. Это как, знаете, парикмахер, да? Мы пришли к парикмахеру и сказали, вот измените меня вот в одночасье, да? Вот тут то же самое. Вот сделайте мне что-нибудь такое, чтобы я прямо посмотрела потом в зеркало и опять себя люблю. Да? Вот часть вот это толика чуда. Мы имеем право на это рассчитывать? На сегодняшний день очень сильная косметология, которую реально можно привести к чуду. Если грамотный косметолог, то как бы у него в руках можно просто сделать... Рассвести. Рассвести. И, как мы говорим, допустим, сколько вы хотите лет минус, и если хотите пять, вот процедуры будут такие-такие-такие. Если вы хотите минус пятнадцать, значит, я вам рекомендую вот такой план лечения. И на сегодняшний день косметология становится очень мощной отраслью медицины, и женщины, в общем-то, довольно долго могут оставаться молодыми. А так как мы живём в очень современном мире, в очень быстром мире, и женщина очень долго остаётся, ведёт активный образ жизни, долго работает, у неё там есть свой бизнес, у неё... То есть женщина сейчас не так стареет, как нежели, допустим, 15 лет тому назад. Вот даже смотрим фотографии, например, у родственников. Вот мама в 36 лет, и я в 36 лет. Она говорит, ну, посмотри, что... То есть она уже была такой женщиной. Женщиной такой, да, уже. А вы девушкой. Ещё всё, да? Да, да. И это ощущения не только мои, но и людей, которые окружают. И я про себя понимаю, что, например, когда вот маме сейчас 60 лет, я хочу всё-таки в 60 лет выглядеть не так, как она. А вы будете не так выглядеть. И она говорит, и ты на это имеешь полное право, потому что я, говорит, то же самое, когда видела свою маму в 60 лет, я и тоже моложе её в свои 60 выгляжу, да. То есть получается, что вот эта какая-то грань и вот переход вот в эту вечную девушку, да, вот не вызывает ли вот это у клиентов состояние психологического внутреннего конфликта? То есть вроде бы мне уже по возрасту там 60 лет, к примеру, там, да, и я такая должна быть, как вот мы бабушек в деревнях видим, да, знаете, так бабушка, платочек, там, да, как-то вот всё вот что-то такое из архетипии какой-то, да. А тут мы видим 60-летних женщин, которые на самом деле, они думают, ну, они, может, и думают, но они не подают виду, и это не видно, да, что впереди какая-то такая мудрая старость. Сейчас мы очень много общаемся, у нас очень большой процент среди наших клиентов вот именно таких женщин, и, знаете, как бы общаясь с ними, им в душе 35, и они хотят выглядеть, ну, в общем-то... На этот возраст. На этот возраст, да. Вот. Если женщина правильно относится к своему телу, к своему лицу, и есть соответствие между телом, лицом, волосами, ну, то есть ухоженная женщина, то она имеет право быть, чтобы ей с виду давали 35. Единственное, что это всё должно быть гармонично. То есть вот не было, чтобы вот этих перекосов, когда пытаемся с помощью коротких юбок или ещё чего-то, да? Да, да, да. То есть если, например, допустим, захотелось одеться как в 35, но тело уже не соответствует действительности, то тогда это немножко, ну, давайте мягко скажем, некрасиво, вульгарно. А если женщина ухоженная, следит за собственным телом, у неё плотное, эластичное, красивое тело, у неё красивая кожа лица, у неё ухоженные волосы, и вы ей на самом деле не дадите её возраст. То почему бы и нет, да? Ну, это даже не просто почему бы и нет, а это просто нет. Нет. Однозначно, потому что, общаясь с людьми данного возраста, я, в общем-то, всем бы сказала, что это, вот, когда к нам приходят на приём, и озвучивают свой возраст, я говорю о том, что, знаете, как бы, первая причина, которая вас привела к нам, это несоответствие между души и телом. Значит, мы над чем должны поработать? Душа до сих пор осталась молодая, душа ещё хочет работать, творить, вести активный образ жизни, ездить в путешествия. Наслаждаться. Да, но когда она смотрит на себя в зеркало, она ей говорит, ты знаете, как бы, вот я бы ещё много чего хотела, но я хотела бы выглядеть немножко по-другому. Я говорю, знаете, это просто отлично и замечательно. И расписываешь ей программу. И, вы знаете, как бы, здесь нет никаких проблем. Здесь самое главное желание женщины, желание клиента. Поэтому на сегодняшний день это всё возможно, и меня всегда это приводит в восторг и только радует. Марина, а вот бывают такие случаи, по крайней мере, описываются в литературе, а были ли в вашей практике? Приходит, например, девушка или женщина, не будем тут говорить про возраст, но с таким запросом, что я себя не чувствую красавицей, сделайте меня красивой. И вот знаю, что всегда, если такие запросы, например, в Германии происходят, то это всегда проходит через психотерапевта. У нас как вообще вот эта процедура проходит? То есть, например, я хочу кардинально изменить внешность свою. Смотря ведь, смотрите, что мы подразумеваем под этой кардинальностью. Ведь иногда, когда смотришь на лицо, и когда ты тоже как художник, допустим, видишь, что ей не хватает для яркой внешности, ей просто природа дала маленькие узенькие губки. И ты вот смотришь и говоришь, вы знаете, как бы у вас такие красивые глаза, у вас хорошо ярко выраженные сколы, и вам просто, у вас несоответствие, которое вам дала природа, и ей может быть и 25 лет. И понимаешь, что ей только добавить чуть-чуть объёма в губы, и она себя будет любить так же, как все остальные. Поэтому это нормальный запрос, не надо её отправлять к психиатру. Либо ей не нравится, что у неё нос с горбинкой, то тоже это поправимо, даже к хирургу не надо ходить. Здесь есть контурная пластика, и ты ей просто рассказываешь, и она ей говорит, да, всё, я после процедуры... Это часто бывает после объёмного моделирования губ, когда девушка говорит о том, что, вы знаете, как бы вот я именно это только и хотела, я только об этом мечтала, потому что она не могла себя увидеть, в общем-то, как она будет выглядеть после процедуры. А ты, когда, как доктор, который колет и делает эти процедуры каждый день, ты каждую женщину видишь, что бы ты ей мог сделать, объёмное моделирование лица, для того, чтобы изменить её внешность. Вообще, это получается, да, для нас тоже опять-таки своего рода волшебство, когда ты не ложишься под скальпель, да, когда тебя моделируют, моделируют, и всё это всего лишь с помощью инъекций. Сейчас хирургическая косметология, за счёт того, что очень развивается терапевтическая косметология, она немножко уходит в более поздний период. Если раньше в 45 лет уже начинали оперировать, то сейчас это просто удел уже более позднего возраста. Я не говорю, что этим не занимаются, это надо делать, но просто не надо торопиться, не надо в 35 лет ложиться под нож пластического хирурга, если это всё ещё можно сделать терапевтическим путём. Бывают ли такие случаи, когда к вам приходит клиент, говорит, я вот хочу вот это, 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 и прямо вот только это я и хочу, там, изменить в себе, и вы начинаете отговаривать человека, что вот можно попробовать другими способами это решить? Практически это бывает каждый день, когда клиент, особенно это девушки молодого возраста, когда она говорит о том, что я хочу очень большие губы, и я говорю, вот понимаешь, что мы этим занимаемся каждый день, я могу тебя уже образно видеть с этими большими губами, но сейчас это не актуально и не модно. Сейчас те губы, которые были 5 лет тому назад, сейчас уже крайне редко встречаются, когда раньше заходили сначала губы, а потом заходила обладательница этих губ. Сейчас всё же мода немножко меняется, и сейчас косметология должна быть очень естественной. Мы должны придать лицу красоту, шарм, неповторимость, но это не бросалось в глаза, что здесь были руки косметолога. Поэтому мы очень часто меняем внешний вид, клиент встаёт и говорит о том, что я уже влюблена в себя, я именно это и хотела. Ну, допустим, был совершенно недавно такой случай, когда женщине, ей 60 с лишним лет, и у неё была встреча, ну, может, одноклассников, может быть, однокурсников, и она говорит о том, что мы очень давно не виделись, и вот я хотела бы прийти на эту встречу, и мне бы хотелось выглядеть немножко не так. Но так как у нас времени было очень мало, я говорю, вы знаете, как бы давайте сделаем, мы сейчас немножко смоделируем ваше лицо, уберём кисетные морщинки, добавим немножко объём губ, и ваше лицо уже будет совершенно выглядеть по-другому. Потому что всё же кисет и маленькие губы – это да, это признак возраста. И, в принципе, мы сделали процедуру, которая достаточно недорогая по цене, и наша женщина встала и сказала, невероятно, но я сама себе нравлюсь, я сама себя уже люблю. То есть как мало надо сделать для того, чтобы изменить внешность, и чтобы испытать вот это, знаете, как бы чувство удовлетворённости, чувство эйфории, чувство того, что я себя люблю и нравлюсь. Отлично. Вот я тоже к косметологу хожу именно за этим чувством. И вообще ведь, смотрите, как бы, на самом деле вот очень часто приходят, особенно когда женщины приходят немножко постарше, которые уже ходят в поликлиники, приходят и говорят, что в косметологической клинике другая атмосфера, другая аура. Что здесь вот, несмотря на то, что там тоже работают доктора в белых халатах, но там отношение другое, там начинается всё со встречи, и располагающая обстановка, приятная атмосфера, любящие руки доктора. И к тому же перспективы, да, потому что всегда уходишь всё равно другой, чуточку другой. Ну и потом, даже если просто сделать массаж лица, который добавит и релакса, и положительных эмоций, и когда человек встаёт и уходит, он говорит, вы знаете, я так отдохнула у вас. Я говорю, конечно, потому что ведь вы как приходите в поликлинику? Вы уже начинаете крутиться в атмосфере, где жалобы, где очень много отрицательной энергии. И поэтому вы приходите из поликлиники, вы говорите, что я даже не работал, но я так уже устал, потому что, ну вот даже только находясь вот в этом во всём, ну, к сожалению, наша медицина пока ещё вот такая. А в кабинете косметолога там другое отношение. И поэтому там уже, знаете, как бы там только со входа начинается ощущение счастья. А уж если после процедуры, если грамотно выполнена процедура. И ведь косметология – это целая наука, где любые разработчики, они создают программу, которая уже начинается с приятных запахов, с красивых баночек, с тёплых нежных рук косметолога, которая приводит к завершённости вот этой процедуры. И мы говорим, невероятно, но я так отдохнула, я счастлива. Поэтому я, в общем-то, говорю о том, что каждая женщина должна любить себя. И хотя бы, даже если недостаточно, допустим, там, средств, то массаж лица хотя бы раз в месяц для вот такой вот… Общего тонуса, да, и в то же время. Да, да, да. То тоже любая женщина может себе это позволить. Согласна с вами. Марина, а давайте немного поговорим не только о женщинах, но и о мужчинах, да? Всё чаще, например, я, когда прихожу к косметологу, всё чаще встречаю мужчин, которые такие же счастливые, как и я, потом выходят от косметолога, да? Причём мужчины разного возраста, там, начиная там с 25 лет, ну, по крайней мере, я вижу, да, и заканчивая там 60-ти, и даже 70-ти летними ребятами. Так вот, за этими же ощущениями мужчина идёт? Вы знаете, как бы, вот я всегда говорю, мужчины – это тоже люди. Поэтому они тоже имеют право быть счастливыми и удовлетворёнными. Поэтому я думаю, что те же самые ощущения они испытывают. Очень много мужчин ходят на уходовые процедуры по лицу. Иногда мужчины делают и объёмное моделирование, поэтому… Но ещё радует то, что как-то с каждым годом всё больше и больше мужчин, которые ухаживают за собой, да? Это нормальное явление – ухаживать за собой. Любить себя. Итак, поговорим о таком явлении, как метросексуалы. Мужчины, которые любят себя, которые великолепно… Которые следят за модой, которые великолепно выглядят. Как вы думаете, их с каждым годом будет всё больше и больше? Или же этот тренд уйдёт, сойдёт на нет? Нет, я думаю, что их будет больше. Просто здесь немножко, когда мы произносим это слово метросексуал, некоторые немножко, может быть, его неправильно понимают. Считают, что это мужчины, которые чересчур уделяют большое внимание своей внешности. Но это нормальное явление тогда, когда… То есть сейчас уже не моден тот образ того мачо, который был неухоженный мужчина, допустим, сальные волосы, сигары. Рваная майка. Да, да, да. То есть рваная майка она может быть, потому что имеет место быть, потому что это сейчас, знаете, как бы некий тренд моды. Но она должна быть не от того, что она уже изношена, и дырки появились, например, там под мышками, а это некий тренд моды, рваная джинс, рваная майка. Это может быть и признаком ухоженности. Но именно тогда, когда мужчина, как и женщина уделяет большое внимание именно своему телу, то есть, допустим, он ходит на массаж, он делает маникюр, педикюр, у него красивая оформленная стрижка, у него красиво оформленная бородка, либо там усики. То есть вот метросексуал – это всё же ухоженный мужчина. Это чувственный мужчина, в общем-то, который любит глазами и чувство душой. Как нам в институте говорили, что метросексуалы – это те мужчины, у которых хорошо развита внутренняя женщина. Это немножко не так, потому что это может показаться обидно мужчине. Это просто чувственный мужчина. И мы, как любые, я думаю, что многие женщины со мной согласятся о том, что женщина тоже хотела бы рядом с собой, чтобы с ней рядом был чувственный мужчина. Марина, просто я думаю, а что что-то обижаться? Дело в том, что ведь, когда мы, например, с вами, как женщины, добиваемся каких-то результатов в работе, это значит, что у нас хорошо развит внутренний мужчина. Ну, я думаю, что да. А что что на это обижаться? Ну, ведь, смотрите, это мужчины, которые точно… Они единственное, что они чувственные мужчины, они могут услышать женщину. И, допустим, как, если мы будем отвлекаться на психологию, допустим, вот если опросить сейчас большое количество женщин, но не произносить вот это слово «метросексуал», то каждая женщина хотела бы сказать, да, я рядом с собой хотела бы иметь чувственного мужчину. Чувственный мужчина – это который говорит ласковые слова. Ну, а мы все любим, в общем-то, ушами. Ушами. Вот. Это чувственный мужчина, который умеет делать комплименты, а мы каждая женщина любим, чтобы нам делали комплименты. Мы на тот вопрос, а идёт ли мне, допустим, какую сумочку мне в магазине купить, допустим, тот мачо, просто скажет, что мне это неинтересно, а чувственный мужчина, он всегда тебе посоветует, он выслушает тебя, он подаст тебе утром чашку кофе в постель. Чем плохо иметь рядом такого мужчину? Я считаю, что любая женщина была бы… Об этом мечтает, да? Вот, об этом мечтает. Поэтому этот термин, он был введён в 1994 году, и назвали его… Это слово составило из двух слов. Это «метрополитен» и «сексуальный». То есть, как бы… Но кто-то, может быть, путает его с мужчиной нетрадиционной ориентации. Нет. Это хороший, чувственный мужчина, который умеет следить за собой, и любой женщине неприятно увидеть мужчину и обернуться, если рядом как бы приятный парфюм, ухоженность. То есть вот признак мужчины с таким названием. Ну и всё же это начинается всё-таки от любви к себе, правда? Любовь к себе мы воспитываем с самого начала. Знаете, как бы я по специальности, прежде чем уйти в косметологию, я врач-детский невролог. И к нам очень часто раньше приходили и задавали такой вопрос. Как воспитывать мальчика? Его надо целовать, его надо любить. Вот я всегда говорила о том, что... Но я высказываю своё мнение, что любить нужно обязательно. Это неправильно, когда мы мальчика воспитываем в грубости, в жёсткости и говорим о том, что в нём надо развивать чувство мужика, вот этого мачо. Ему не надо покупать красивую одежду, потому что он вот такой. Но я всегда говорила о том, что его любить ещё нужно больше, чем девочку. Его нужно целовать. Тогда вы воспитаете ласкового мужчину, которого этой ласки хватит и на маму, и на женщину, которая будет рядом с ним. А потом и на дочь, если будет. Конечно. И поэтому вот именно когда в семье очень много любви, при воспитании этого мальчика вот там и вырастают чувственные мужчины. Любящие себя и этот миру. Да. И это не кто-то особенный, который пришёл в мир не таким, а просто этот ребёнок, который воспитывался в любви, которому семья дала достаточно много любви. И поэтому у него есть любовь к себе, к собственному телу. И поэтому этот человек, который идёт в салон и не дожидает тогда, когда у него будет грыжа позвоночника, и он придёт на массаж только уже по проблеме, а он будет следить, ну, иногда бывает немножко, знаете, как бы любое чувство может быть гиперразвито. И когда, допустим, у ухоженного мужчину, но когда он начинает любоваться собственным телом и любоваться чересчур, вот тогда может быть, но ведь, знаете, как бы это есть и у женщин. Это есть и у женщин. Это есть у всех. Применение нарцицизма, да? Вот. Поэтому, но это немножко разные термины. Поэтому, допустим, мэтр сексуал, я говорю, что это чувственный мужчина, который чувствует душой и любит глазом. Ещё одна история, которая на полях социальных сетей. Женщина, 33 года, пишет о том, что благодарна своему мужу, правда, сейчас уже бывшему, за то, что он научил её любить саму себя. Когда мы встретились, я не знала, что такое заботиться о себе. А он мне сказал одну очень простую фразу. Если ты не умеешь заботиться о себе и любить себя, значит, ты не сможешь любить никого больше. И тогда я поняла, что значит, и развернулась в свою сторону. Вот смотрите, иногда при встречах мы живём на уровне еда, питьё, встречи, работа, учёба, ещё что-то, но не разворачиваемся. А что там внутри меня происходит? Чего я на самом деле по-настоящему хочу? О чём я мечтаю? И вообще, как это всё осуществить? Вот в вашей жизни были люди, которые вам сказали, Марина, вот делай так, и это тебя приведёт к успёху? Ну, по жизни много было таких людей. В общем-то, благодаря им... Мы и развиваемся, да? Мы и пришли к успеху. Мы и пришли к успеху. Отлично. Так вот, где вот та самая формула любви к себе? Расскажите мне её. Смотрите, вот тут вот в этой истории есть некий стереотип, который складывается у нас. Ведь мы этот стереотип берём, в общем-то, очень много из семей. То есть, когда девушка выходит замуж, она ведь как думает? Что самое главное – это накормить своего мужчину. И это неправильно, когда мы говорим, что путь к мужчине лежит только через его желудок. Путь к мужчине... То есть, когда к нам приходят в салон красоты, и когда начинают... Ведь косметолог, по сути дела... Психотерапевт тоже самое. Психотерапевт, да. Потому что, когда к тебе пришли с проблемой, то тебе доверяют. И мы начинаем, допустим, развивать какую-то ситуацию. И поэтому я всегда говорю о том, что... Да, научись себя любить. И тогда тебя полюбят окружающие. Если ты утром встаёшь с недовольным видом, то тебя так и начинают считывать с тебя. Но если ты проснулась, посмотрела на себя в зеркало, ты нравишься сама себе, ты начинаешь излучать совершенно другую энергию. А чтобы нравиться себе, ты должна быть ухоженной женщиной. Ухоженной. И ухоженность должна быть во всём. Не только, допустим, как бы то должны быть сделаны красивые губы. Ухоженность она во всём. Но и в волосах, и в одежде, которую ты дома носишь. Да, и вообще во всём. Я с вами полностью согласна. И в мыслях. Да, если, допустим, у нас там позволяет время, я могла бы, знаете, такую маленькую-маленькую притчу рассказать. Да, расскажите. Она очень короткая, но это вот про отношения мужчины и женщины. Когда проходит всё свадьба, всё хорошо, и когда проходит пять лет после свадьбы, мужчина сидит за столом и говорит, господи, ну почему вот, я ведь женился на такой хорошенькой девушке, она была такая стройненькая, у неё была такая, такие глазки, она такая вся была ухоженная, а пять лет сейчас сидит передо мной такая женщина, которая располнила, у которой неухоженные волосы, которая там в неопрятном халате. И слышит укрик жены, и говорит, чего расселся, иди и вынеси мусор. На это он выходит и говорит, господи. И вдруг слышит голос сверху. И говорит, ты знаешь, я сделаю твою жену другой, но и ты должен поменяться в этом плане. И он приходит домой счастливый и думает, да, всё будет меняться, идёт на следующий день с работы, и покупает букет цветов. И говорит, ты знаешь, я ведь тебе пять лет не дарила никаких цветов. И женщина говорит, да, ну, наверное, мне надо сходить в парикмахерскую. На следующий день она зашла в парикмахерскую, сделала прическу, он приходит и говорит, да, а, ты знаешь, ты такая красивая, а может быть, мы с тобой куда-нибудь сходим. А она говорит, ты знаешь, вот у меня даже нет ни одного платья. Он говорит, да, ты знаешь, мы сейчас пойдём с тобой в магазин и купим тебе платье. И когда они купили платье, зашли в ресторан, зажгли свечи, ужин, он смотрит на неё, на ухоженную женщину, и говорит, ты знаешь, а ты богиня. Поэтому, вот видите, как бы это очень много значит ухоженность. Поэтому к этому надо стремиться. А не так, что если когда-то нам одели колечко на пальчик, и мы говорим о том, что всё, на этом всё закончилось, в общем-то, это неправильное отношение. То есть всё начинается. Да, да, правильно вы сказали, это ещё только начинается. И вот, знаете, мне очень нравятся слова, как у Шанель, она говорит, что всё в наших руках, поэтому эти руки ни в коем случае нельзя опускать. И если вдруг вы сейчас, слушая нашу программу, понимаете о том, что что-то мало у меня любви к самой себе или к самому себе, и как бы мне попробовать эту тему раскрыть по полной программе, то я вам рекомендую. Начинайте с кабинета косметолога, потому что именно там у вас будет, во-первых, время, когда вы лежите на массаже или на маске или ещё на каких-то процедурах. У вас есть время подумать о себе, прислушаться к себе, что немаловажно. Маловажно, да? Ну, а потом уже, я так думаю, можно и какую-то перспективу прорисовать. Как вы сказали, мне очень понравилось. Мне, пожалуйста, минус пять лет. Своего рода машина времени. Можно не только минус пять лет, можно и больше. Единственное, что в рекомендациях, просто нужно попасть к хорошему косметологу, и всё же это должен быть доктор, это должна быть хорошая клиника, потому что там результаты, как правило, гарантированы. Вот, пожалуй, на этой ноте мы с вами и завершим. Спасибо вам большое за такую интересную программу. И, наверное, всем нашим слушателям мы пожелаем, опять-таки, любви к себе, трепетного отношения к своей душе и к своему телу, да? И долгих-долгих лет жизни. Присоединяюсь. Практическая психология. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.